Добрый день! Я Кирилл Руссалима, пропусционист, музыкант. Сегодня буду рассказывать вам про замечательный новый инструмент, который появился в мире. Инструмент называется Кахуду. Как следует из названия, это некий синтез Ках, Кахона, то есть того, на чем я сижу, и Уду. Уду – индийский, нигерийский, африканский, индонезийский, бразильский керамический инструмент, представляющий собой из себя горшок с горным и отверстием сбоку. В чем инновационность этого инструмента? В том, что, помимо того, что немецкая фирма Hands on Drum, вот их логотип Hands on Drum, вот это он же. Помимо того, что они умеют делать достаточно большого объема кувшины из очень-очень тонкой и звонкой керамики, великолепные у них есть сорта глины и великолепные гончары, которые могут такого размера и с такой тонкой стенкой сделать инструмент. Помимо этого, в качестве донышка этого инструмента использована тоненькая фанера, которая позволяет использовать этот инструмент очень многими разными способами. Способ номер один – традиционный способ игры на Уду. Я использую высокие ноты для для исполнения высоких нот использую глину горшок, для использования низких нот делаю удар по отверстию. Также два горла. На этом традиционные способы тебя черпают. Дальше перейдем к современному способу. Это аналог дарбуки. Я беру инструмент, кладу в растворение и играю на импульс на дарбуке. Достаточно яркий и громкий удар в центр. Достаточно резкий, поскольку эта фанера, она неподатливая и имеет очень большую жесткость. Очень резкий и громкий слэп или бэк. И краешек совсем-совсем такой, керамический звонкий у колокольчика. Дальше что мы делаем? Мы берем и разворачиваем этот инструмент таким образом, что верхняя рука у нас в положении игры на дарбуке перекрывает басовое отверстие. И получаем в исполнении басового приема добавление басовой ноты. Заметьте, это только одна рука. Эта рука пока у меня ничего не делает. Если добавляю эту руку. Это аналог дарбуки. Берем инструмент, зажимаем его между коленями и получаем аналог либо хонги, либо джемби маленького. Со всеми вытекающими отсюда способами игры на мембранном фоне вертикально. Способ игры, имитирующий индийский барабан тхолак. Барабан тхолак имеет одну мембрану, высокую и звонкую, на которой играется один ритм. И другую мембрану басовую. Вместо этой мембраны басовой мы здесь будем использовать вот это вот отверстие. На котором играет совершенно другой ритм. В сумме мы получаем два совершенно разных ритма. Предположим, здесь мы играем астенатный ритм постоянный. И здесь играем. Или наоборот. Здесь я играю ровный ритм. То есть своего рода пульсацию хай-хета. А здесь я играю басовые ноты. То есть здесь я использую технику пальцевого дхолка. И технику перекрытия басового отверстия. Как и всякий удал, этот инструмент имеет такое свойство, которое отличается от всех остальных ударных инструментов. У него есть звук на обратном движении. То есть... Этим тоже можно в пользу. Дальше можно комбинировать этот удар с вот этим. Также очень интересный эффект получается, когда мы меняем тон звучания вот этой деревянной мембраны. Она, конечно, мембраной не является, но тем не менее, можно считать ее мембраной. Когда я путем приоткрытия и при закрытии вот этого отверстия басового, буду менять тон инструмента. Также способ использования этого инструмента. Традиционный для Индии. Там есть инструмент под названием кхатан. И этот инструмент не имеет бокового отверстия. Но здесь оно есть, но мы его использовать не будем. Это просто там горшок для воды, который звучит очень звонко, поскольку у него в составе глины замешаны металлические опилки. Здесь мы не используем мембрану. Также очень хороший для игры, но достаточно такой болезненный способ. Это инструмент, имеющий категорию стандарт. У него тонкая, звонкая, белая керамика, не покрытая глазурью. И вот эта вот поверхность сделана из очень-очень тонкого слоя многослойной фанеры, которая, ну, слоить еще тоньше, и за счет своей толщины она очень-очень звонкая. Но, поскольку это фанера, то есть она многослойная, и слоите склеены поперек, то, ну, волокна каждого слоя, поперечная, склеены, то эта мембрана не боится никаких температурно-влажных изменений. И с ней ничего не будет, не поведет в нашем климате, не покоробит и так далее. То есть инсуалент этот, если его не уронить и не разбить, он практически вечный. Более того, даже если его уронить и разбить, то его можно склеить. Вообще известно, что самые дорогие, самые высококлассные дарбуки керамические, которые делают в Турции или в Египте, их после того, как обжигают, их разбивают на 2 или 3 куска, а потом склеивают заново, тем самым убирая внутреннее напряжение корпуса, и тогда более новозвонкая керамика получается. Так что бейте на здоровье. А, диаметр 7 дюймов, диаметр вот этой вот поверхности. Следующий инструмент, тоже 7 дюймовый, но имеющий уже категорию экстра и профессионал. В чем отличие? Отличие в форме. Он имеет другую совершенно форму горлышка, предназначенную для того, чтобы использовать его с микрофоном. Для этого здесь сделано специальное отверстие, в которое вставляется специальный микрофон. Можно на горлышко прицепить микрофон прищепку, можно сюда вставить специальный микрофон. Если микрофон не нужен, то это отверстие закрывается специальной заглушкой. И вот эта вот форма горлышка дает хорошее звучание вот этого микрофона, который находится там внутри. Тоже 7 дюймов. Керамика та же самая, только покрытая черной глазурью. Из эстетических соображений и более ладенькая такая. Панера здесь чуть более толстая, но слои чуть более тонкие, поэтому она по-прежнему сгонка и очень прочная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инструмент рекомендую всем, кто хочет использовать странные тембры при умении и навыках игры на дарбуке. То есть дарбучная техника на этом инструменте идет лучше всего, потому что вот эта длинная горла очень удобно за счет этого, она лежит на ноге. Я левша, у меня этот микрофонный порт торчит на меня, а если играть этот вот для бравших, традиционный, то он очень удобно, никогда ничего никак не мешает. Кахуду 7 дюймов Professional Extra. 7 дюймов это диаметр вот этой вот мембраны. Если вы заметите, общий диаметр чуть-чуть больше, но диаметр имеется в виду вот этот вот игровой поверхности. Следующий инструмент точно такую же форму имеет, точно такой же размер, точно такое же название, но есть одно отличие. Вот эта игровая поверхность представляет собой не фанеру, а массив. То есть это дощечка, цельная дощечка, сделанная из какого-то экзотического, из какого-то экзотического рода дерева. Что дает нам несколько более яркий удар по этой мембране. Ну, потому что, как все прекрасно знают, если бы на деревяшечке цельная стукность, она будет тинь, а если бы по фанере, она бы была тук. Вот здесь будет тинь. В определенных навыках здесь совершенно замечательно играется щелчковая техника. Такой инструмент имеет категорию эмбао. Я не знаю, что это означает. Это тоже как у профессионал. Но эмбао, эмбао, если видите категорию эмбао, это означает, что мембрана вот эта сделана из цельной древесины. Вот, по звуку она, конечно, превосходит фанерную. Неизвестно, что с ней будет. Вот, если стоит минус 50 или плюс 50, ну, пока держится. И следующий инструмент, который нравится мне больше всего, это тоже как у профессионал, но имеющий диаметр игропроверности 10 дюймов вместо 7. Он имеет чуть другую форму. У него вот эта вот сторона выходит в цилиндрическую часть и имеет ровный прямой угол между образующей и поверхностью мембраны. То же самое порт для микрофона, что свидетельствует о том, что это категория профессионал. Длинное горло, которое позволяет с большим удобством держать инструмент на коленях в торгучной позиции. И более низкий, басовый и объемный звук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пьем этого инструмента позволяет использовать вертикальную технику, как он был вместе с басовой нотой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Традиционный вид афрокубинский, тумбао. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый мой любимый инструмент из них из всех. Потому что он большой, я люблю всю большую. Ну, ничего ты не сделаешь. Значит, техника индийская кхатам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инструменты эти появились в природе около года назад. До этого ничего подобного не было. Были какие-то попытки вставить сюда мембрану из файбергласса, натянуть кожу. Ну, все это, в общем, осталось только какими-то прототипами и проектами нереализованными. Это уже серийное производство. Более того, несмотря на то, что оно серийное, фактически делает это все один человек в Германии. То есть фирма «Хэндс он Драмс» – это один человек. Ну, есть там какие-то помощники и так далее. Но в основном это один гончар. Поэтому при желании можно осуществить через эксклюзивного представителя этой фирмы в России, фирму «Бумбокс» можно сделать заказ на какие-то нестандартные формы. Предположим, я вот сейчас сделал заказ на точно такой же инструмент, у которого вот этот микрофонный порт, помимо того, что он здесь, еще будет с другой стороны. Потому что я левша, и мне удобно играть, чтобы у меня микрофон торчал в другую сторону. Но так, чтобы этот инструмент и правшие могли использовать тоже. Кто-то любит, чтобы здесь был полукруглый такой загиб вот этой вот керамической стенки, и уже дальше пошла мембрана. Можно сделать так. Вот это отверстие. Некоторые просят сделать это отверстие на 5 сантиметров ближе к горлу, чтобы вот это движение не зацепляло мембрану. Кому как удобнее. Человек абсолютно открыт для сотрудничества, сделает все, что угодно. Качество керамики лучше не придумаешь. В заводских условиях такую керамику сделать крайне сложно. Он вот умудрился это сделать. И сама идея вполне конкурентоспособна. Если вас заинтересовали эти инструменты, есть еще инструменты чуть более миниатюрные, чем 7-дюймовые, 6-дюймовые. Они, соответственно, звучат еще выше при всех, в общем-то, плюсах 7-дюймовых. Чуть более высокий звук. Если поставить эти инструменты, предположим, вот в таком вот варианте 2 инструмента, то мы получим... Мне очень нравится этот слабик, который у них получается. Легкий и очень-очень резкий. Интервальчик вполне музыкальный, вполне благозвучный. Вот. А из 6-дюймовых еще меньше и будет, соответственно, еще выше. Еще раз. Эксклюзивный представитель фирмы Boombox Московская. Если вас заинтересовал этот инструмент, обращайтесь в фирму Boombox. Здесь они всегда есть. Здесь вы можете их послушать. Здесь вы можете их приобрести. Здесь вы можете подобрать себе их по звуку, по размеру, по цвету, по чему угодно. А также можете сделать заказ на какую-нибудь совсем-совсем исключительную модель, которая будет только у вас. Спасибо. Кирилл Руссалима, Кахуду, Hands on Drums, немецкая фирма, московский представитель Boombox. Счастливо.